Почему одни в квитанции за ЖКУ получают меньше 50 рублей, а другие почти 300 за одни и те же услуги? Счета у собственника квартир и тех, кто живет по соц. найму, значительно отличаются от счетов тех, кто живет в квартирах юридических лиц. Возможно ли решить коммунальное неравенство, расскажем в сюжете. Я работаю в ведомстве медицины господом Добыча на Дым и проживаю в жилье по найму. За последнее время у нас очень высокая квартплата, 15-16 тысяч получается. И в платежном документе мы видим, что мы проходим по оплате не как физическое лицо, а как юрлицо. Естественно, отсюда очень высокие цены. Обращение фельдшера из Надымского района, которое во время прямого эфира проекта «Юридическая среда» посетовала на дороговизну коммунальных услуг, стало сигналом для депутатов. Елена Маркелова живет в квартире, которая состоит в коммерческом найме у предприятия и не понимает, почему это считается поводом для того, чтобы платить за ЖКУ в пять раз больше, чем за жилье в государственном или муниципальном жилфонде. Что касается, допустим, холодного водоснабжения либо горячего водоснабжения, то, допустим, для населения тариф установлен на уровне, насколько я помню, 46 рублей. Что касается для иных потребителей, это порядка 260 рублей. Конечно, от этого и происходит разница. И такая квартплата, соответственно, в разы отличается от других. Проблемы коммунального неравенства во время встречи с главой региона просили решить и новорюнгойцы. Законодательное собрание округа внесло преференции для ямальцев, которые проживают в квартирах небюджетных организаций. Тем самым парламентарии уравняли в правах, проживающих в домах государственного фонда и тех, кто живет в жилье, принадлежащим юридическим лицам. Это отдельный тариф, который компенсируется разница между экономически обоснованным тарифом, то есть это все затраты ресурсно-оснабжающих организаций, и тарифом для населения. Вот эту разницу выплачивается за счет средств бюджета. Такое решение депутатов регионального парламента позволило решить не только проблему социального неравенства, но и предотвратить возможные ЧП. Ресурсоснабжающие организации смогут вовремя получать деньги, и им не придется сокращать программы по подготовке к отопительному сезону.